хочу немножечко распаковать тему зависимостей почему мне эта тема интересно почему я ее изучаю потому что я понимаю глубоко людей у которых рядом есть люди с зависимостями я рос в такой семье где отец все больше и больше превращался в алкан чека и я от этого страдал у меня не было примера таким каким должен быть мужественный ответственный хозяин мужчина в доме соответственно вот эти все психотравмы они переносятся автоматически на детей и если у моего отца был алкоголизм то у меня тоже имеется изм там как правило либо человек тоже идет алканить его сын до его сыновья либо становятся трудоголиками и вот я как раз стал трудоголизм меня обуял я чувствую такой дискомфорт если я бездельничаю ничего не делаю я прям аж нехорошо и если у вас есть люди в семье у которых есть зависимости то пока вы не найдете причину почему человек хочет уйти из жизни а на самом деле он просто боится крови боится самоубийств там из-за религиозных каких-то прошивок боится наложить на себя руки а так у него какая-то дикая психотравма скорее всего начала это до пяти лет устанавливается в подсознание до установки критического фактора а потом просто это наслаивается если вы не уберете вот эту причину то победить это бесполезно я вот такой плохой может быть пример но постараюсь как-то вот с этой точки зрения до показать я например профессионально прозанимался от занимался борьбой больше десяти лет и четыре учебных года отработал тренером и когда я помню пришел поступать в институт а для того чтобы поступить в институт надо было сдать один из экзаменов был плавание я за год то что я умел речку перекрыт переплыть да потому что борцы они так своеобразно плавают они не могут расслабиться они с ней борются и когда я пришел на тренировки по плаванию до тренерского ну проплыли и я начал с ней бороться я проплыл буквально там 40 наверно метров и все встал я не могу меня одышка я не могу дальше плыть том что борцы они вот так они все и все через борьбу вот если вы если у вас есть такая зависимость или у вашего близкого какого-то алкоголизм пищевые какие-то зависимости там тяга к сладкому тяга кофе сигаретам другие какие-то там наркотические порно зависимости много сейчас всяких разных зависимостей существует бороться с этим бесполезно чем больше будете бороться тем больше вас будут нахлобучивать я думаю что вы уже слышали если вы смотрите этот канал более-менее регулярно что у человека есть сознание есть подсознание и между ними в подсознание чтобы попасть в осознанке это сделать крайне сложно чем чем сильнее вы делаете усилия тем тем жестче вас не пускает ваше подсознание там все должно быть так вот простенько самые лучшие пропускающие способности в подсознание это телевизор книги религия но к сожалению они ничего хорошего вам туда в подсознание не пропустят в религиях некоторые моменты есть положительное почти все остальное это переделывание человека то есть он сбрасывает ответственности становится все больше больше рабом соответственно все меньше меньше владеет собой сейчас извините для того чтобы попасть подсознание необходимо чтобы был кто-то самому качественно зайти и поменять программу не получится обязательно должен быть либо может быть вам сейчас будет резать ухо потому что у нас к сожалению в нашем обществе есть вещи точнее инструменты которые демонизируются и как каких только чуши какой только гадости каких глупостей не слышу да это инструменту гипнотерапия это на самом деле глубокое расслабление когда у человека вот смотрите осознанки у меня сейчас обострены несколько органов чувств да я могу вкус чувствовать запахи могу чувствовать осязание обоняние зрение все что там перечислил да есть еще так называем шестое чувство соответственно когда в гипнотерапии человек расслабляется закрывает даже просто глаза закрывает и погружается в себя то есть он кстати сеансы гипнотерапии делаются на любом расстоянии я вот их делаю с десятки тысяч километров и очень эффективно закрываете глаза расслабляетесь ваш оператор ваш гипнотерапевт он вас расслабляя он помогает вам вы все делаете в гипнотерапии вы в любой момент можете не пустить гипнотерапевта это я делать не буду там это я не хочу и так далее не проблема вообще это ваша жизнь если вы хотите действительно в ней навести порядок то чем более откровенно чем более правдивы вы будете на что да 99 процентов людей постоянно врут и искажают если вы действительно хотите себе помочь у вас есть намерение себе помочь то гипнотерапевт с помощью есть такое понятие индукция да он вас прогружает про вы проходите вы все делаете с помощью оператора вы попадаете к себе в подсознание начинаете видеть там навигацию начинаете видеть там сорняки начинаете видеть энерго информационные вирусы они могут быть собственным сознанием бывают подселяются души умерших кого там только может не быть в каждом человеке этих энерго информационных вирусов тысячи просто представьте сколько вам лет мне вот например 49 лет да ну можете так свизуализировать представьте себе здание в 49 этажа это же огромное здание да а представьте что там каждый этаж построен не по плану архитектора стройно гармонично а большинство людей строилось все тяп-ляп на эти через жопу на плохом фундаменте что-то там сварганили один этаж так поставили другой так там куча комнат кстати вот в каждом этаже 365 комнат просто если вы вспомните свою жизнь вы испытывали огромный спектр чувств я тут вот совершенно недавно за несколько часов написал то что я реально представляю я переживал эти чувства и состояние там больше двухсот чувств я лично ничего не списывая нигде деньги просто села и писал от самого положительного чувства на этой планете который называется любовь до самого жуткого демонического сатанистского который называется страх и между ними как радуга 200 возможно больше это то что я написал за пару часов 200 всяких чувств и вот представьте вас сколько вам там этажей которые тяп-ляп как построены да и там куча комнатам 365 комнат в каждом годе или году година и представьте там были события когда вас унижали вам заставляем запрещали куча там всяких чего только не было еще есть у вас были модели как вы кому же кому-то вы подражали до том что мы развиваемся в детстве просто подражая почему мы говорим на каком-то языке мы живо не сидим там вдалбиваемся мы просто вокруг все разговаривают на нем и мы естественно начинаем работать и получается если ребенок видит родителей с пагубными привычками всякими там чего только нету да и скандалы и разборки и прочее все это ребенку вообще видеть совершенно не нужно у меня такое было в детстве то это психотравма на всю жизнь она записывается в подсознание в подсознании нет времени там все происходит вот эти все ваши события жизни вот мне 49 лет 365 комнат все события жизни прошлого происходят в подсознании одновременно вообще подсознание обрабатывает специалисты разные цифры говорят от нескольких миллионов до 6 миллиардов операций в секунду представьте вы не не задумываетесь как у вас там глаза сокращаются вы не задумываетесь о дыхании сердцебиении перистальтики кишечника гормональных всех системах давлений деление клеток роста там волос ногтей чего только нету все это делает подсознание постоянно одновременно и плюс еще представьте у вас блага эта ситуация вы стали свидетелем чего-то да там какой-то ужасный там сцены с алкогольным опьянением а у нас таких сцен было по телевизору ни одного фильма вот советского нет без сцены приема алкоголя или табака курения особенно там комедии всякие там начиная бриллиантовые руки все вот эти популярные которые там иронии судьбы с легким паром там и прочее 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 да служебный роман самые безобидные фильмы все со сцены алкоголя если вы в детстве это все смотрели смотрели ваши родители вы оказались свидетелем то у вас куча записывается того что это нормально только запретный плод да вы заходите в магазин а там 20 30 процентов полок с алкоголем и вы ждете когда же я вырасту даже если вы в сознании все так не говорите подсознание ну уже этом ну это нормально как продукты питания причем на латыни и все что содержит алкоголь все что содержит спирт да даже по-русски так мы за спирт она латыни звучит пирит то есть это каждая такая попоечка это спиритический сеанс и если у вас или у вашего близкого таких спиритических сеансов сотни или тысячи он уже потом там реально сидит демон прям самый настоящий вы можете сейчас мне поверить можете не верить но я с этим работаю вы можете если вы запишитесь на диагностику я вам сделаю диагностику пацаны вы прям увидите лицом к лицу что там сидит какие планы на вашу жизнь у этого чудо да но конечно у вас будет саботажных очень много у меня есть люди которые там вроде бы как хотят в осознании а так их демон не пускает он даже там боится прийти и если вы дойдете это уже героизм значит вам действительно нужно я могу еще много чего об этом рассказывать но в двух словах давайте еще раз мы подытожим там есть минимум это энерго информационный вирус максимум там сидит сущность самая настоящая черт сидит прям вот натуральный сидит какая-то такая он может быть не всегда представать как в образе черта но потом вы доходите там слои увидите прям самых настоящих там бесов лярв демонов и так далее то есть демоны так скажем так на обычном общепринятом языке там сидят демоны их надо подергать надо найти первичные вот эти вот чувства когда они появились то есть это какой-то страх это какая-то вина или обида на что-то вот это все надо подергать и потом куда-то девается такая зависимость у меня было у самого куча зависимости я правда не алканил у меня были куча пищевых зависимостей там и к мясу и к молоку и к сырам там и к сладкому я помню без шоколада к нему без кофе не могу даже не помню когда пасняр скольку могу вообще без у меня бывает час дни когда мне пищевая пауза вообще в себя ничего не пихали вполне нормально бывает когда очень там уже что-то хочу я могу пойти у меня в саду растут кучи всяких ягод черешня клубника сейчас уже сходит правда жимолость много чего еще вполне реально могу вообще ничего не есть либо могу вот так ягодки какие-то и прекрасно себя чувствую и и энергии во бывает в четыре утра уже стою и до 12 прыгаю как как маленький ребенок если вы досмотрели до этого момента я вас поздравляю вам наверно очень надо кстати для того чтобы мы победили ваш не дух 50 процентов это мое намерение квалификация даже если я вам сейчас вот скажу даже если я сам почувствую что я не могу вам помочь очень серьезно запущенный момент то я гарантированно во первых верну деньги либо я вас перенаправлю к специалистам которые прям глубоко в этой теме десятилетия и вот и вас сто процентов спасут если у вас вот смотрите вот если взять целое до сто процентов половину берет на себя гипнотерапевт ревисовых а половину работы делаете вы то есть если у вас точное стопроцентное намерение то вот мы с вами так вот 50 на 50 разделяем и вы сто процентов спасетесь от кучи всяких отрицательных нет недугов кстати сказать еще вот забыл да и же еще страшная такая вещь как она лудомания да это желание игр о игромания да есть на деньги есть просто люди сидят и просирают всю жизнь там в танкистами становится чоким на данный момент по этой теме я желаю вам новой жизни